Всем привет! Вы смотрите канал про приключения и путешествия We Travel In. Нас зовут Инна и Максим. За нашими плечами 40 стран и много нестандартных историй, с которыми мы делимся на своем канале. Привет! Вы смотрите We Travel In. Сегодня на острове Маврикии очень большой праздник под названием Маха Шивара-3. В этот день все индусы и те, кто верят в Шиву, приходят в главный храм острова. Идут со всех уголков острова, с севера, с юга. Некоторые люди идут целых три дня, чтобы взять тут святую воду и отнести ее обратно в деревню. В этот день поклоняются Шиве и его жене Парвати. Очень интересное празднование. Мы сюда приезжали вчера или позавчера вечером. Люди начинают отмечать его заранее, большими скоплениями в одном месте или в нескольких. Где-то на обочине дороги стоят палатки, люди раздают еду, сладости, вкусности. Играет интересная музыка. Все нарядные, веселые. Видите, маленькая табличка? Вот маленькая висит. Там написано бесплатный Wi-Fi. Представляете, до чего? Дошли технологии. Вот вам сок нальют здесь, и вы сможете отдохнуть под таким тентом. Пароль, да. Название сети, пароль. Можно. Да, интернетом воспользоваться. Зачикиниться на фейсбуке, что ты дошел до Бошери. Мне кажется, что смысл праздника для того, чтобы привлечь в свою палатку как можно больше людей. У меня такое впечатление создается, потому что все используют какие-то вот эти вот моменты, чтобы привлечь, привлечь, привлечь. Ну зачем, казалось бы, вписать табличку о том, что у тебя есть Wi-Fi и проводить этот Wi-Fi? Как не для того, чтобы привлечь людей. Но так как все бесплатно на этом празднике, то, естественно, это не ради заработка делается. А ради чего? Ради того, чтобы к тебе, наверное, люди пришли, побыли у тебя, и потом тебе, наверное, Бог, там, свыше увидев какой-то хороший, накормил больше всех людей, и страждущего путника у себя оставил заночевать, там, и поинтернетиться ему дал. Макси. Макси. Вот нам дали йогурт. Йогурт нам дали. Йогурт и ложечки. Ну и сегодня по ужине вообще здесь прям. Роте было. Вы знаете, вот помимо того, что очень такой позитивный, да, вот праздник, что еду дают, он реально, не знаю, как чувствуешь ты, Максим, я чувствую такое счастье вокруг здесь. Да, очень позитивное настроение здесь влетает в воздухе. Да, да, все улыбаются, музыка такая играет, красивая, все нарядные, идут как на праздник, идут люди там, парочки с колясками, с маленькими детками. Это очень позитивный большой праздник. Которые возвращают Шиву и говорят о том, что Шива самый лучший бог. Вообще это переходящий праздник. В году он празднуется два раза, но сегодня его празднуют особенно, потому что сегодня он считается самым большим праздником, о чем говорит приставка Маха, что в переводе означает «большой праздник». Символом этого дня является лингам. Сейчас люди подходят к нему и поливают его водой с молоком, смесью. Это традиция, которую они исполняют не только здесь, но и будут делать в своих храмах, когда они вернутся с главного храма острова. Этот праздник очень важен для женщин, для женской половины индуистов, потому что они приходят в храм для того, чтобы попросить у жены Парвати, у жены Шивы детей и хорошего мужа. Это подходит тем, кто еще не замужем. Сегодня этот праздник обобщает всех людей, богатых и бедных. Мы здесь видим как и большие крутые иномарки и джипы, так и людей, которые приехали на общественном транспорте. По все стороны от меня все едят рис бряни, потому что его раздают на каждом углу. Это бесплатно, это очень вкусно, это любимая еда вообще индусов. И вообще на любом празднике, на любом выходном вы можете найти это блюдо, его будут продавать на улице, это уличная еда. Мы, наверное, зашли в первую часть храма, где люди выстроились в очередь, чтобы сделать свои подношения. Многие несут цветы, фрукты, кокосы, обязательно молоко и воду. Что самое интересное, всего за день будет 4 молитвы, самые главные молитвы. Некоторые из них очень долгие, затягиваются на 3 часа. Но что меня удивило, что одна из молитв будет посвящена своим врагам. То есть человек приходит в храм, он несет мясо, рыбу, все, что связано с кровью, с тяжелой пищей. И будет молиться о том, чтобы Шива помог наказать его врагов. Враги могут быть как соседями, недоброжелателями, так же и внутренними врагами, как страх, боль или уныние. Вот такая вот вера. Я думала, что индуизм это все хорошо, там цветочки, птички. И люди там о высшем думают, но не всегда так. Перед тем, как зайти в храм, вы должны разбудться и оставить свои шлепанцы здесь. Но потом найти свои просто, наверное, невозможно, потому что это одна сплошная куча всех соседских вьетнамок. Я думаю, отсюда можно уйти босиком. Смотрите, какой интересный ритуал. Каждый человек подходит к статуе и понемножку выливает ей на голову водицы и идет по кругу. Вот мы и дошли к священному озеру, к которому идут паломники со всех уголков острова. Именно отсюда они должны набрать святой воды и принести ее в свой город, в свой храм. Говорят, что сегодня вечером и завтра утром из всех храмов будет литься молочные реки, потому что люди будут поливать шиву молоком и святой водой. Когда люди идут сюда, в своих деревень, в плавный храм, они несут вот такие вот помосты, на которых стоят святые. В основном Кришна, бывают разные, правда, мы видели каких-то демонов, о которых я еще не знаю. Так вот, с этими помостами идут в этот храм. И я думаю, что тут где-то их собирают все вместе, потому что на помостах стоят разные фигуры, от маленьких до таких огромных-огромных. А пока индуисты гуляют, креолы убирают за ними мусор. Такая вот жизнь, настоящая, африкийская. А еще тут на празднике фри вай-фай, как ни странно. Представляете, на всей территории храма провели вай-фай для пилигримов. Вот это ржака. Когда мы приезжали в этот храм, эти столики, вот я увидела и подумала, что они для того, чтобы сложить свою одежду и сделать омовение, искупаться в этом озере. На самом деле эти столики предназначены для подношений. сюда кладут разные фрукты, что приносят. И заходят в воду, набирают святой воды. Эта девочка почему-то пришла в храм с большим бутыльком воды, в котором рачки и рыбки. Интересно, она хочет их туда выпустить в озеро, или наоборот, она собрала их здесь. Хороший улов. Ну вот, мальчик сказал, что он взял этих рыбок в этом озере и отнесет в свой храм. А здесь по правую сторону видим, как молятся люди, выливают водичку в озеро, двумя руками держатся за один бокал и произносят при этом какие-то просьбы, какие-то молитвы. На самом деле я очень голодна, я не успела позавтракать перед выездом. И смотрю на эти подношения на бананы и фрукты с большим аппетитом, потому что я хочу их съесть. Для меня это чужая вера. Я, конечно же, не совсем понимаю все, что происходит. И для меня, в первую очередь, бананы – это еда. Выстраиваются огромные очереди, чтобы зайти внутрь храма и подойти к главным статуям Шивы и Барвате, чтобы сделать им подношения и помолиться, и попросить всего лучшего в следующем году, в этом году попросить хорошего мужа и благословения, и хорошего достатка. Озеро становится молочного цвета. Мне кажется, из-за того, что сюда выливаются просто огромные литры молока и кокосового молока. А также делается подношение с цветами, и цветы периодически падают в озеро. Но есть специальные службы, которые вычищают эти цветы и подношения прямо в момент, когда люди молятся. Подходят с грабельками, это все собирают. Вот то, о чем я говорила. Женщина сейчас убирает подношения, цветы. Не дожидаясь пока, все помолятся, потому что ждать просто невозможно. Люди идут потоком, стоят в очереди, чтобы подойти к святой. В правую руку от меня еще одна статуя святого, даже не знаю кого. И люди поливают у его ног молоком и водой, и еще добавляют какие-то специи. И вся эта смесь течет по специальным стокам и стекается в главное озеро. Вот почему озеро белого цвета. Представляете, сколько сегодня будет отхода в виде цветов, крупков, кокосов и молока. А продажи в магазинах молока, я думаю, просто зашкаливают. Я думаю, что завтра, Максим, с тобой на завтрак мы молоко не найдем. За моей спиной стоит очень много машин, где раздают еду. И на одной из машин я подошла и взяла чипури. Вот это блюдо так и называется. Небольшая лепешка, в которую накладывают овощные разные смеси. Здесь просто какая-то трава, соусы и картошка. Очень вкусно, мне нравится. Как вкусно, с кокосиком. Да, сверху кокос, а внутри что-то мокрое, со специями. Сладенькая, вкусная, непереслащённая. Какой-то странный напиток. Похоже на тамари, но почему-то солёный. Привет! Вы смотрите, вы смотрите, we travel in. We travel in. Спасибо! Вы смотрите, we travel in. We travel in.